Утро Доброе утро Ну что ж, у нас начинается вторая рабочая трехдневка Мы очень надеемся, что мы за вчерашний день отдохнули Первая трехдневка как-то, наверное, больше была посвящена ориентировке какой-то Приспособлению к месту, группе, друг к другу Клиентам с терапевтами приходилось знакомиться Ну а вторая трехдневка, она больше традиционно такая уже рабочая И поэтому мы, во-первых, с Володей Кулешовым решили новый формат в нашем лекционном цикле внести У нас лекции на интенсиве могут читаться по-разному Но в данном случае мы будем такую парную лекцию читать И посвящена она, собственно говоря, вопросам терапевтических отношений Иными словами, а что это, в общем, по сути дела такое То, чем мы занимаемся То, ради чего все-таки мы приехали, прежде всего И то, что происходит у вас в парах терапевтических, в ваших группах В общем, вот как-то попробуем, что музыка навеет, что и рассказать вам Одна из участниц группы как-то сказала, что ей лекция понравилась на 80% Я говорю, а почему на 80%? Она говорит, ну, там процентов 20 было про супервизоров, поэтому я не поняла Вот, и мы подумали, что хорошо бы постараться на вот этой теме терапевтические отношения Но попытаться говорить, ну, для разных слоев нашего интенсива Вот, поэтому я попытаюсь от печки издалека начать Данилов в своей лекции упоминал про то, что гештальт, ну, он сравнивал, если помните, с молекулой Соответственно, оно таким элементарным частицей любого живого организма И, соответственно, гештальт является такой элементарной частицей любой психики Какова бы она ни была Вот, если эту аналогию продолжить дальше То эти гештальты, собственно, у нас могут объединяться Ну, как молекулы могут объединяться в какие-то структуры и формировать органы Так и гештальты, как некоторые частички опыта нашего Могут объединяться в некоторые образы Ну, вот, те, кто уже в терапевтическом статусе, наверное, слышали такое понятие внутренний феномен Вот, внутренний феномен — это то, что, ну, какое-то объединение контактов человека с другим человеком, например Эти контакты образуют некоторый образ другого человека в нашем внутреннем мире Ну, и если вы посмотрите так внимательно, то в вашем уже внутреннем мире поселились все участники группы, в которой вы сейчас находитесь Они каким-то образом... Вы с ними можете вступать в полемику Вы на них злитесь, радуетесь, там, какие-то вам приятны, какие-то менее приятны Ну, они уже как бы в вашем внутреннем мире поселились И каким-то образом влияют Вот, и в этом смысле Вот еще хочу вторую такую начальную часть сказать Вот на прошлом интенсиве Коблева Там приехала такая боевая группа родственников гештальтисток Вот, они такие мужикастые, розовощекие Вот, и такие яркие были И нарушали всю динамику в клиентских группах вопросом Нахрена вам все это нужно? Что вы тут делаете? Вот нет, мы пошли на дискотеку, на пляж, бухнули бы Вот это было бы да А вы сидите, блин, на стульях кружочками и плачете Вот, и вместо того, чтобы обидеться на такой душевный вопрос Они долго его задавали настойчиво Такие крепкие ребята попались Вот, буйные, да Вот, что-то задумался, а правда вот Ну, ведь это интересно, нахрена вот мы здесь этим всем занимаемся Что это нам дает и каким образом это все устроено И вот эти размышления о этих образах других людей Для меня как раз окажутся, ну, некоторым моим ответом На такой сакраментальный вопрос Вот То есть образы других людей, они являются чрезвычайно ценной штукой психики В чем? Ну, во-первых, если брать вот этих первичных родительские образы Вот, то они являются одновременно и строительным материалом для нашей психики И одновременно некоторым образцом, по которому наша психика строится Ну, то есть такое очень ценное приобретение Потому что если бы эти образы не формировались, наша психика была бы, ну, скажем так, условно-рефлекторна А эти образы делают нас людьми Потому что это тоже образы других людей Которые рождены в нашем внутреннем мире посредством отношений с другими людьми Ну, вот эти первичные объекты, они могут быть более или менее целостны Более или менее интегрированы И чем более они интегрированы Тем психика ребенка, ну, как бы тоже становится интегрированной И с другой стороны, они могут быть в любом случае неидеальными Вот эта дурацкая идея о том, что вот был бы у меня там какой-то идеальный родитель Вот это было бы несчастье Но если бы у нас у всех были идеальные родители То мы бы выглядели как клоны То есть вот эти вещи, которые есть у любого человека Это, ну, такая некоторая исключительность Некоторая непохожесть Это только потому, что ваши родители были неидеальны Они смогли создать что-то совершенно новое Непохожее на абсолютно прекрасное Но зато Но зато вы Как бы личность, которая Да, не Ну, как это Не конвейерной сборки Все может быть Вот, знаете, с красотой, например Вот, не знаю, как у мужчин А у женщин красота настоящая всегда связана с каким-то таким Нешаблонностью Вот так бывает, что такая идеальная Идеальная форма там Ну, разных частей тела, лица Всего Смотришь и скучно А бывает такая, ну, экстравагантная часть какая-то есть Которая окрашивает Всего человека Совершенно неожиданным образом И вот неидеальность ваших родителей Она окрашивает вас Совершенно неожиданным образом И вы являетесь Ну, для кого-то исключительно Ну, и родители ваши Являлись для вас исключительными В том смысле, что Исключение в том, что они вас Создали на свет И они исключительными будут всегда Независимо от того, какой характер они имели Вот не было бы вот в свое время Их близких отношений И все Вас бы тоже не было Вот Ну, и, соответственно Вторая часть Кроме вот построения идентичности На что я намекаю Вот Родители и все другие люди Они являются еще и нашим зеркалом Мы в них смотримся И те реакции, которые Другие люди на нас дают Они дают нам понять Что-то про нас Ну, как устроен наш характер Как то или иное поведение наше Влияет на этого человека Что-то он одобряет Что-то он не одобряет Ну, и понятное дело Что наибольшие зеркала Это, соответственно, эти самые Опять же, родители Но потом вот этот образ родителей Он обогащается всеми Следующими начальниками Хуже того, даже мужьями Вот Ну, и прочими Такими приличными людьми Бои Которые могут оказать У нас влияние Вот Следующая важная вещь На мой взгляд Что вот эти образы Они создаются Вне нашего контроля В этом смысле Ну, мы как эти художники Которые обречены рисовать Все время Вот мы рисуем 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 Вот И не можем прекратить Рисовать Это автоматическая Такая функция психики Вот Точно так же Мы не можем В отличие от Других художников Уничтожать эти портреты Вот я часто слышу Там говорят Я не хочу этого человека Помнить Я хочу выбросить Его из своей жизни Не получится Ну, за исключением Лопотомии И летального исхода Все остальные способы Уничтожить образы Значимых людей Вам не светят Ну, собственно И слава Богу Потому что Беспокоящий вас Образ Это то, что вас Ну, как бы сказать Взрослит Любой важный Беспокоящий вас Образ Это не то, что он Обязательно плохой Это скорее то, что Вы не смогли пока Интегрировать его В собственную жизнь Потому что Вот, допустим Значимые люди Они же ведь Их образ Вами дорисовывается По мере вашего взросления И, соответственно Представьте себе Что вы рисовали Собственного родителя Когда вам было там Сразу после рождения Начиная с улыбки его Когда начинали узнавать Вот Мастерство художника росло А вот Ну, как сказать Этот образ Все равно Ну, такой Большой объем Различных рисунков И ваша способность Понимать действия Родителя, например Или других людей Вот Она зависела От когнитивного развития На тот момент То есть рисовать Вы все равно могли А вот понимать Почему это именно Так устроено Вы могли Сильно по-разному Вот И ваши воспоминания О различных поступках Ваших родителей Они, собственно Носят Крайне Такой Разнообразный характер Ну, вплоть до Детского восприятия Взрослого поведения Ну и Дальше, дальше, дальше По мере взросления Ну, какого-то Более позднего восприятия Взрослого поведения Ваших родителей И, собственно Психотерапией Мы занимаемся тем Что Пытаемся эти образы Ну, повертеть Порассматривать Потому что Вот то, что касается Такого Очень примитивного Такого Детского восприятия Этот образ нарисован Но смысл ему Придавался еще детский Собственно говоря Значительные вещи Ну, допустим Вот, например Представьте себе Такой вывод Например Из мамоного поведения Ну, если вот мальчик Спит в себе в комнате Ему по ночам страшно А мама Уходит Почему-то в другую комнату И спит с папой Которому не страшно Как вы думаете Ну, что ребенок По этому поводу думает Мама, сука, определенно Ведь понятно Ну, может не так Но Какими-то Более вежливыми словами По детству Вот Но совершенно непонятно Что она делает Вот с возрастом Начинаются появляться догадки Что же он туда прется А не с мальчиком Которому она гораздо больше Нужна, чем папе Вот Ну, и Во всем этом Задача психотерапии Относительно Вот таких ранних объектов Это На фоне Уже большей взрослости Осмыслить Различные поступки Различные выборы Различные поведенческие вещи Значимых других Что-то простить Что-то понять Что-то отвергнуть Ну, по-разному в общем Но Собственно Рассмотреть этот образ С разных сторон В детстве Мы смотрим Как правило С одной стороны Вот От этого Наш внутренний мир Становится богаче Вот В этом смысле Ну, по-моему Бейсон говорил Что при любом Обучении Например Запоминается Не только Материал Который Преподавался Но и То Как Этот материал Преподавали Я бы пошел еще дальше Что запоминается И еще и то Кто Этот материал Преподавал И В этом смысле Там Очень интересная Штука Связанная С такой Биологической Способностью Нашего организма Ну, по поводу Наследственности И изменчивости Ну, например Если брать Вот эту Профессиональную Идентичность То Как-то я задумался Мне очень понравилась Мысль Ну, например О том Что Допустим Изидор Фром Учился У Перлса Насколько я помню А Рабин Учился У Изидора Фрома Наши Салы Преподаватели Лена Кальтиевская И Данила Учились У Рабина А кто-то Из здесь Присутствующих Учился У нас И Соответственно В каждом Из вас Опосредованно Присутствует Некоторая частичка Перлса Некоторая частичка Его профессионального Стиля И вот Эта наследственность Это очень важная Штука Потому что Вот я видел Различных Психотерапевтов Ну, которые Ни у кого Не учились Это было Очень интересно Их профессиональная Идентичность Там были И дураки И были Крайне талантливые Люди Вот Но у всех Профессиональная Идентичность Была с очень Большими дырами В том смысле Что они Учились По книгам Изобретали Велосипеды Могли быть Безмерно Творческими Но Они Запоминали Концепции Они не Запоминали Образ Того Кто их Учил И это Делало Крайне Они делали Очень большие Ошибки Ну, потому что Вот этой Целостности Передачи Психотерапевтического Искусства Не получалось Вот Ремесло Могло быть Их личное Искусство В понимании Чего-то Там В каких-то Находках Могло быть Но дырки Были Очень большие Вот Поэтому Любая Идентичность Она передается Целостно Я как-то Смотрел На одного Из своих Учеников А он Соответственно Часы вертел Во время Индивидуальной Сессии Я думаю О, прикольно Я ведь тоже Верчу А потом Вспомнил Что В тот момент Когда я начинал У Данилы Учиться Он тоже Часы вертел Ну, то есть Этот образ Передается С миллионами Деталей И От одного Человека К другому Не только Какие-то Концепции Передаются Вот Этот образ Является Такой Ну, собственно Скелетом Профессиональной Идентичности А все Эти идеи Концепции Прекрасные Мысли Они всего лишь Косметика Вот А отношения Это как будто Были Ну, я не знаю Там эти вот Мускулы Кожи Прочее Вот Вот Думаю, что И еще важная штука Что Вот эти Значимые Другие Они Ну, дают Не только мысли Но и какие-то Устойчивые Стереотипы Которыми Мы пользуемся Ну, мы ведь знаем Как Что Войти В комнату Нужно Здрасте Сказать Мы даже Не задумываемся О том Когда и кто Нас этому Научил И если кто-то Смотрел Человека Дождя Хороший фильм Про шизоида Вот там Тоже Такой Прерыв Был У него Между Способностью К наследованию Вот этих вот Стереотипов Он ими пользовался Но только Вот на уровне Научения И там Соответственно Было интересно Он заходил В какую-то Комнату Где было Много Очень печальных Людей Улыбался И говорил Вот То есть Он делал Какие-то Концептуальные вещи Но вне Контекста А эти образы Эти ситуации Которые В которых Мы живем Они Соответственно Являются И контекстом Нашей личности И мы Тогда уместны И в этом смысле Собственно Задача Психотерапевта На мой взгляд Это вот Некоторая способность Создать контекст В котором Клиент Переосмысливает Какие-то Важные части Своей жизни Мне очень нравится Идея Гештальтиста Который не знал О том Что он гештальтист Товарища Выгодского Что мы Ничему не можем Научить Ну вообще В принципе Мы можем Только создать Условия В которых Человек Способен Будет Чему-то Научиться Что-то Взять сам И в этом смысле У меня Предложение К терапевтам Постараться Никого Не отягощать Сей глубиной Своих профессиональных знаний Ваша задача Ну всего лишь Создавать контекст Это поливать Удобрять Там Переворачивать Для того Чтобы клиент Смог найти Свои собственные Смыслы Тому опыту Который Он с вами Получает Это не говорит О том Что нужно Бла-бла-бла Всякую глупость Говорит Нет Нужно создавать Профессиональный Контекст В котором Клиент Может найти Собственные Решения А то Что для него Найдено Самого Но самим Им Оно Гораздо лучше Приживается Чем все Наши прекрасные Идеи Вот За сим Передаю Микрофон Алле Ну так Продолжая Володину Мысль Хочется Начать Наверное С чего Ну если Правда Говорить Что это За пространство Пространство Терапевтических Отношений Но прежде всего Хочется Напомнить Что Терапевтические Отношения Это уникальные В общем Искусственно Специально Созданные Отношения Кроме Как в психотерапевтическом Контексте Мы нигде С такой формой Отношений Не встречаемся И раз Они Искусственно Создавались Значит У них Есть В общем Очень Определенная Задача Поэтому Когда мы Говорим Что терапия Это вот Ну Два края Есть Наверное Таких Либо Просто Два человека Встретились И о чем-то Разговаривают Это уже Терапия Не совсем Так Мы Разговариваем С очень Большим Количеством Людей В разных Местах И Эти разговоры Вовсе Не имеют Терапевтического Эффекта А Равно Как и Другой Полюс Когда Мы Говорим О том Что Вот Психотерапевтическое Пространство Это Пространство Изменений Я много Над этим Задумывалась Мне кажется Что мы Удивительные Уникальные Вот Володя Об этом Уже Говорил Уникально Собранные Такие Явления И Переделывать В нас Ничего Не надо На самом Деле У нас У каждого Уже Все Есть И задача Психотерапии Не Переделывать А Ну Наверное Фонариком Высветить Тумные Закоулки Раскрыть Развернуть Научиться Нас Пользоваться Более объемно И более разнообразно Своим собственным Материалом Который У нас Уже Есть Не привнести Туда что-то Или отсечь А Рассмотреть Себя Для того Чтобы Выборы Которые мы Делаем В своей жизни Были бы Более такими Многогранными Ну Знаете Уже Эту фразу Я все-таки Ее скажу Сразу Да Что Психотерапия Никого не делает Счастливым Богатым Ну То есть Это не средство Для обретения Вечного счастья Вечной любви Какого-то очень Хорошего уровня Материального Это всего лишь Возможность Лучше себя Понимать И знать И быть более Свободным В выборе Тех возможностей Которые нам Предоставляет В общем Мир Окружающая среда И Когда мы делаем Этот выбор Он не всегда Приводит нас К радости Или К удовольствию Он позволяет Нам что-то Еще узнать Про себя И Поэтому Когда мы Оглядываемся На свою жизнь Я очень Грущу Когда слышу О том Что Человек говорит Мне хочется Что-нибудь убрать Какой-нибудь Этап из своей жизни Я бы вытер Вырезал Потому что Мне больно Вспоминать То что со мной Там происходило Мне трудно Переживать Эти воспоминания Очень хотелось Попросить Всех вас Ничего Не выбрасывать Из вашей жизни Потому что То Какими вы Являетесь Сегодня Это результат И ваших Удач И ваших Страданий И ваших Потерь И ваших Наход И Тогда Если мы Опираемся На эти вещи То Терапевтическое Пространство Скорее всего Для меня Сродни Такой Лаборатории И Для того Чтобы Эта Лаборатория Работала Есть два Момента На которые Мы должны Обращать Внимание Она должна Определенным Образом Быть Организована И у нее Есть Этапы Развития Процесса Определенным Образом Организована Хочется Все-таки Я понимаю Что для многих Это Не новая Мысль Но еще раз Вернуться К понятию Сеттинга Почему мы Так много Уделяем Этому Внимание Почему Мы так Иногда Резко Требуем Соблюдать Границы Обращаем Так много На это Внимание Потому что Прежде всего Ничего Не рождается Из ниоткуда Прежде всего Мы должны Обжить Некоторое Пространство Пространство В котором Будут Находиться Два Человека Терапевт И клиент И Это Пространство Должно Быть Достаточно Безопасным Я Расшифрую Это Слово Потому что Иногда Мы носимся С этим Понятием Безопасность Ну Прямо Так Очень Количество Людей Еще Живет Внутри Нас То Мы Без Них Не Остаемся Никогда Поэтому Этот Поиск Абсолютной Безопасности Это Такая Недосягаемая Мега И Поэтому Когда Мы Используем В профессиональном Смысле Слово Безопасность Мы Скорее Имеем Ввиду Некоторое Время Которое Очень Важно Чтобы Человек Себе Уделил Для Того Чтобы Замедлиться И Осмотреться Мы Живем Вообще В такое Время Когда Такую Роскошь Как Замедлиться И Осмотреться Мы Можем Позволить Тебе Не Очень Часто Ну Мы Живем В Такое Время Которое Требует От нас Быстрых Решений Быстрого Темпа Очень Большое Количество Различных Перемен В жизни Происходит На Очень Непродолжительный Какой-то Временной Отрезок И Мы Как будто Все Время Должны Быть Мобилизованы Куда-то Бежать Куда-то Успевать Смотреть Чтоб Нас Не Обошли Нестись Каким-то Поставленным Целям И Для Того Чтобы Обнаружить Себя Прежде Всего Никуда Не Деться Нужно Замедлиться И Остановиться И Безопасность В психотерапевтическом Смысле Это Как раз Место Где я Могу Рискнуть Остановиться Потому Что После Долгого Бега Если Я Останавливаюсь Я Всегда Попадаю В такое Переживание Как Растерянность И Я думаю Что Многие Из вас Нам Кажется Что Если Мы Растеряны Нам Очень Быстро Надо Мобилизоваться И Очень Быстро Найти Какой-то Вектор Куда Двигаться Дальше Нас Так Приучили А Растерянность По сути Делает Очень Ресурсное Состояние Потому Что Из него Может Родиться Истинное Желание Истинная Потребность Это Такой Путь К себе Но Не Очень Простой И Поэтому Очень Важно Чтобы Рядом Со Мной Был Кто Кто Может Позаботиться Обо Мне В Таком Немножко Расфокусированном На Первых Этапах Состоянии И Я Смогу Это Делать В Присутствии Этого Кого-то Только В том Случае Если Я Для Начала Успею Рассмотреть И Понять Заметить Этого Человека Поэтому Терапевтические Отношения Начинаются С того Как Есть Выражение Что Мать Появляется В глазах Ребенка Нет Отдельно Матери И Отдельно Ребенка Мать Появляется В глазах Ребенка Так Мне кажется Терапевт Появляется В глазах Клиента А Клиентами Мы тоже Не рождаемся Поэтому Когда мы Впервые Пробуем Этот опыт Впервые Обращаемся К психологу Впервые Рискуем Проявить Этот Интерес К тому Как Устроен Внутренний Мой Мир Очень Хорошо Чтобы Был Рядом Профессионал Который Меня Научит Этому Поэтому Всегда Терапевтические Отношения Еще и Начинаются С того Что Мы Учимся Клиенты Учатся Быть Клиентами И что Это означает Это означает Что Я рискую Делать Какие-то Шаги Не очень Стереотипные И привычные Для моей Жизни И самое Главное Это означает Что я позволяю себе Такую роскошь Как Интерес К тому А как Устроен Мой Уникальный Внутренний Мир Как Это у Меня Как Я строю Отношения С другим Человеком Почему В моей Жизни Повторяются Те Или Иные Ситуации Это Просто Мир Плох И все Время Подбрасывает Мне Каких-то Неприятных Людей Дурных Начальников Какие-то Не те Условия Жизни И я Как-то Обхожусь Со своей Жизнью Таким Образом Что Из Раза В раз Хочу Как Лучше А Получается Как Всегда Знаете Прекрасное Выражение И Прямо В этом Месте Хочу Напомнить Это Звучало Уже В Предыдущих Лекциях Хочу Напомнить Что Конечно Когда Мы Занимаемся Гештальтерапией То Мы Опираемся На Три Основных Таких Принципа Это Феноменологичность Диалогичность И Актуальность Так Вот Первый Принцип Феноменологичности Он Прежде всего Говорит О том Что Моя Ну Каждый Из Нас Ну В каком-то Смысли Ребят В зависимости От того В каком я Состоянии Каким Был мой Жизненный Опыт Что Я Усвоил Какие Образы У меня Сейчас Сильно Возбудились Исходя Из того О чем Володя Говорил Я Буду Выделять Из Окружающей Среды Те Или Иные Феномены И Это Будет Влиять Дальше На То Или Иное Мое Состояние Вы Прекрасно Знаете Если Утро Не задалось А Вы знаете Солнце Не туда Светит Ветер Не туда Дует Еще Вчера Было Например Очень Жарко А сегодня Уже Как-то Холодно Люди Какие Не те С лицами Сидят Не теми В общем Не реальность А бог знает Что Но Понятное Дело Что Мы Сейчас Смотрим Через Призму Какой-то Ну Вот у нас Фильтр стоит На глаз В этот момент Через призму Своего Вот этого Актуального Состояния Которое Скорее всего Сигнализирует Не о том Что погода Не та А скорее Сигнализирует О том Что Ну На душе Как-то Не так Что Чего-то Очень важного Похоже Все время Не находится Для того Чтобы я Почувствовал Себя Комфортно И за этим Стоит Какая-то Потребность Которую Не разглядеть И мы Бурчим Злимся Дуемся И стараемся Наоборот Может быть Даже Изолировать Себя Немножко В этом Состоянии А как раз Очень здорово Ну вот Свой интерес Развернуть К тому А что это Что это За голод Который Сегодня Делает Меня Таким Знаете Очень Неуязвимым К любому Дискомфорту Даже маленькому Который Происходит Вовне Поэтому Ясное Дело Что Когда мы Видим Перед собой Своего Терапевта Равно Как мы Видим Своего Клиента Есть Два Пути Путь Первый О котором Мы с Володей Говорим Это Понять Что Вообще Перед нами Другой Человек И нужно Точно Время Чтобы Его Рассмотреть Он Скорее Всего Думает Не так Как я Чувствует Сейчас Не так Как я Он Живет Какую-то Свою Жизнь Мы Вряд ли С ним Клоны И может Быть Слава Богу Он Не является Клоном Моих Каких-то Близких Людей Которые У меня В жизни Были Это Какой-то Другой Человек И Мне бы Хорошо Его Узнать Почему Это Происходит В обе Стороны Но Есть Второй Путь Более Привычный Нам У нас Внутри Уже Вы Поняли Много Живет Разных Людей Мы Достаем Оттуда Какой-нибудь Особо Привычный Образ И Начинаем Натягивать На Человека Перед Нами Образ Натягивается Плохо А Иногда Как по маслу Знаете Как пойдет Но В любом Случае Независимо От усилий Которые Мы Прилагаем К этому Процессу Получается Одна и та же Ситуация Мы Перестаем Видеть Реального Человека И мы По сути Дела Вроде Бы Оставаясь В контакте С другим Человеком Уходим В такой Внутри Феноменологический Процесс Потому что Мы С ним Разговариваем Как счастье У себя И вот Мы Его Наделяем Какими-нибудь Прекрасными Качествами И свойствами Эти Качества И свойства Могут быть Как прекрасные Что он Самый Мудрый Самый Не знаю Чуткий Самый Добрый Самый Сексуальный Никто Меня В этой Жизни Так Не понимал Как этот Человек Значит Прекрасный Ни с кем Не было Так Хорошо Как вот Именно с этим Человеком Да Вот Наконец Встреч Всей Моей Жизни Это Один Хороший Разворот Второй Разворот Не такой Прекрасный Боже мой Где Где Были Мои Глаза Как Это Чмо Я Мог Выбрать На Развод Ну Прямо Жи И Туповат И Страшноват И Вообще Какую-то Фигню Говорит И Глуховат Еще И Слеповат И Это Вот Как же Можно Было Вот так Неудачно Ну Повыбирать Вы Понимаете Что И как Первая Прекрасная Картинка Так И Вторая Печально Ужасная Картинка К реальности Не имеют Никакого Отношения Это То Что Может Происходить С клиентами Но Знаете Ли С терапевтами Ведь Тоже Может Происходить Беда Потому Что Конечно Особенно Когда Мы Осваиваем Эту Профессию То Есть Много Волнения И Мне Кажется Это Очень Нормально И Когда Вы Говорите На Группах Я Волнуюсь Когда Иду К К Для Меня Это Очень Естественный Процесс Я Не знаю Как Можно Волноваться Не Волноваться Если Вы Живой Чувствующий Человек Когда Вы Делаете Что То Вновь Впервые Да Даже Если Не Впервые Я Честно Скажу Не знаю Как Ты Я Утром Точно Не первый Раз В жизни Читаю Лекцию Но Некоторое Волнение Не то Чтобы Меня Сносило Но Некоторое Волнение Я Я Читаю Впервые Я По вечерам Волнуюсь Я По утрам Уже Нет Ну Вот У Вовки Смещённый Вот И От Волнения Конечно Же Да Конечно Же А Когда Вы Уже Терапевты То У вас Как раз Добавляется То О чем Володя Говорил Уже Много Разных Гипотез Мысли Знаний Вы Уже Наслушались Начитались Да И Конечно Очень Сильный Вызов Вместо Того Чтобы Знакомиться Быстренько Достать Одну Из Подходящих Каких Нибудь Концепций Идей И Тоже В ответ Наградить Ими Вашего Клиента И Тогда Появляются Вот эти Наши Сленги Знаете Любимые Про Которые Вы Знаете Ко Мне Пришел Шизоид А ко Мне Истеричка А у Меня Пограничник Значит А у Меня Нарцисс Знакомые Вам Происходит Этот момент Это хороший Сигнал Для вас Если вы Себя Ловите На том Что вам Так Хочется Описывать Вашего Клиента Что-то До Вы Сильно Увидели А Какая Остальная Часть Его Личности Осталась Для вас Пока Не Проявлена И Можно Конечно Злиться На Одну Это Увиденную Если Она Вам Не Очень Понравилась А Можно Как Раз Проявить Любопытство К тому Что Осталось Пока Для вас Не Изведан Не Проявлен Потому Что Поверьте Мне Не Бывает Так Это Не Все Чем Обладает Ваш Клиент И Даже Если Вам Кажется Что Единственное Что Он Умеет Это Пить Из Вас Кровь И Для Этого Приехал На Этот Интенсив Это Его Основная Задача Так То Поверьте Мне На Слово Это Не Так И Даже Если Ваш Контакт Пока Для Вами Переживается Таким Образом Это Говорит О Что Что То Еще Происходит У Души Этого Человека Что Такое Происходит Злиться Нет Хорошей Как Говорится Жизни Да И Мы Терапевты Когда Злимся На Клиента На Слово На Клиента Злиться Это Не Человек Который Знаете Как То Так Ну Очень Главный Человек В Моей Жизни Это Человек Который Выбрал Меня Пришел С Интересом У Него Есть Любопытство Что Понять Про Свою Жизнь Если Мы Злимся То Тоже Хорошо Понять А Что За Потребность За Этим Стоит Я Вообще Люблю Ну Эту Идею Что Мы Носимся Иногда Со Злостью Вы Знаете В Кештальт Терапии За Что Нас Иногда Боятся И Не Любят Кештальт Терапии Как Этапы Развития Сначала Мы Узнаем Что Злость Есть Ужасно Радуемся По Попробуй Мы Начинаем Ее Пробовать И Пихать Во Все Места Которые Подворачиваются И Люди Нас Начинают Пугаться И Говорить Вот Ты Попал В Эту Секту И Теперь Посмотри На Кого Ты Похож Став Вот И Иногда Застреваем На Этой Фазе А На самом Деле Злость Эта Энергия Это Очень Важное Переживание Если Она Поднимается Очень Хороший Сигнал Чем Но Очень Важно Посмотреть Какая Потребность Стоит За Злость Злость Всегда Вторично По Природе Своей Я Злюсь Потому Что Что То Уже Нарушилось Внутри Меня И Вот Для Нас Гораздо Важнее Выяснить А Что Нарушилось Вот Это Ключик Правда К Нашим Потребностям К Восстановлению Какого То Нашего Комфорта Внутреннего Поэтому Собственно Говоря О чем Говорим Что Очень Важно Не Проскакивать Когда Мы Говорим Понятие Преконтакт Потому Что Я Говорила Что Говоря О Сеттинге Говорим О Двух Вещах Например Знаете Очень Простые Штуки Что Место Для Терапии Что Клиент Приходит К Терапевту А Не Наоборот И Это Важно Потому Что Терапевт В этом Смысли Должен Правда Чувствовать Некоторую Устойчивость И Если Он Будет Приходить К клиенту Тогда У них Очень Велика Вероятность Поменяться Ролями Даже Если Клиент Живет В хорошем Номере И Очень Симпатично У него Работать Но Он У себя Дома И Тогда Эту Всю Работу По Обживанию Пространства Как раз Делает Не Он А Вы Вот Почему Нельзя Ну Как Затягивать Сессию Или Прерывать Ее Раньше Времени Да Потому Что Временная Рамка Это Как раз То Что Дает Нам Возможность На нее Опереться И Почувствовать Себя Устойчиво И Мы Можем По Разному Обходиться И Мы Можем Сидеть Молчать Например Но Мы Не Покидаем Это Место И Даже Если Мы Сидим И Молчим Даже Там Какой Большой Кусочек Времени Это Тоже Опыт Через Который Мы Тоже Что То Можем Про Себя Узнать И Есть Динамическая Составляющая Что Очень Хочется Торопиться И Например Сразу Приносить Терапевту Какую Нибудь Заготовку Привезенную Из Дому По Поводу Того Что Вы Уже К Третьему Дню И Испытайте Массу Инсайтов И Ну Не Знаю Какой Нибудь Просветление На Ну Этот Этап Знакомства Которым Я говорю Обязательно К нему Вернемся И Очень Хорошо Если Вернемся Мне кажется Это Очень Важно Если Вы Начиная Вторую Трехневку Вдруг Заметите Что Вы Уже Разговариваете Четвертый Раз С кем Но Похоже Так Не Понимаете С кем Плюньте На То Про Что Разговаривали И Вернитесь Так Это И Задач Обнаруж Друг Дружку Это Самое Главное То Что Происходит В том Смысле Что В этом То Что Алла Говорит Это Когда Вы Пытаетесь Решить Фигуру Без Фона Психотерапия Ну Гештальтерапия В частности Это Взаимоотношения Фигуры И фона Взаимоотношения Текущей Потребности Нашего Клиента На Фоне Описанной Им Вам Жизни И В этом Смысле Только В этой Встречи Между Ну Какой-то Жизнью Клиента Его Личностью Контекстом Например Временным То Что Алла Говорила И Текущей Фигурой Его Потребности Можно Найти Что Хорошее Я Буквально Скажу Пару Слов Мы С тобой Так Замахнули Что Мы Всех Не Обидим Что У нас Есть Еще Одна Форма Отношения На Интенсиве Это Отношения Терапевта И Супервизора И На самом Деле Никаких Особых Уникальных Законов Формирования Этого Контакта Нет Точно Так же Встреча Этих Двух Людей Начинается С того Что Супервизору И Когда Супервизор Обнаруживает Терапевта Хорошо Что Он Заметил Что Другой Человек Это Коллега Это Профессионал Который Может Не Обладает Меньшим Опытом Работать Чем Вы Но У него Есть Какие Свои Идеи Свои Состояния Свои Чувства Когда Он Что То Делает С клиентом Даже Если Это Вам Супервизорами Это Вот Если Мы Все Таки Вспомним С вами Что Терапевтическое Пространство Это Все Таки Пространство Клиента Но Он Музыку Заказывает То Пространство Терапевтический Супервизор Это Прежде Всего Пространство Терапевта И Значительно Более Важно Понять Как Звучит Его Мелодия Чем Очень Быстренько Ему Напеть Свою Потому Что Иначе У Дайте Будет Это Коруза Коруза Ничего Хорошего Да Михаил Напел Ну То То Есть Такие Послушные Терапевты Будут Петь Не Свои Песни А Такие Строптивые Терапевты Будут Тратить Массу Сил Вместо Того Чтобы Разворачивать Эти силы В любопытство В интерес В творчество На Сокротивление Вашим Идеям Последнее Я Как-то Задумался О том Что Вот Пожалуй То Что Сохраняет Человека Живым И достаточно Молодым Это Эмоции Интереса Ясно Видел Что Есть люди Календарно В возрасте Таком Изрядном Поскольку Они Крайне Любопытны Выглядят Молодо Ну Живо Так Витально А Те Которые Как-то Умудрились Уничтожить Свой Интерес Могут В три года Выглядеть Крайне Печально Безнадежно Так вот Ну Все